Hi guys! My name is Irina and today we learn English together. Every day we learn English because we want to go abroad, we want to make many friends, we want to get a good job, we want a lot of stuff, get a job, получить работу, make friends abroad, завести друзей за границей, travel abroad, путешествовать за границей. И поэтому we learn English every day on YouTube. На прошлом уроке мы с вами проходили модальный глагол Кен. Мы с вами вообще говорили о модальных глаголах. Что такая? Что такая? Что такая модальная глагола? Модальные глаголы мы объединяли в группу отдельных глаголов. А зачем? Потому что у них есть какие-то особые черты, когда мы их употребляем. Мы вообще рассматривали 4 модальных глагола. Мы сказали о том, что мы будем проходить 4 модальных глагола. Мы уже разобрали глагол Кен, сегодня мы возьмем глагол Маст. Ну давайте вспомним, что мы проходили на прошлом уроке. На прошлом уроке мы брали модальный глагол Кен. И мы говорили, что он переводится мочь либо уметь. Что-то мочь физически, либо умственно. Да, что-то уметь делать. Мы говорили о том, что глагол Кен всегда употребляется с каким-то другим глаголом. Раз у нас два глагола, мы по идее должны были ставить частичку ТУ. Но мы говорили о том, что это глагол модальный и после модальных глаголов ТУ не ставится. Мы два глагола ставим без частицы ТУ. Я могу бегать. И очень быстро. Кроме того, мы говорили, чтобы задать вопрос, нам не нужно использовать ни do, ни does. Ну, когда мы строили обычные предложения, мы спрашивали Здесь мы переносим Кен вперед. И мы знаем, что Кен не прибавляется, ни какие окончания С. Кен не изменяется. Когда мы спрыгали обычные глаголы, мы говорили То есть к форме He, She, It прибавлялось окончание С. В Кен окончание С не прибавляется. Ну, вот, в общем-то, мы уже запомнили, что между двумя глаголами ТУ нету, окончания С нету, ничего нету. При вопросе переносим просто вперед. При отрицании мы ставим просто NOT. I cannot speak English. I can't speak English. И мы говорили о том, что лучше произносить слово CAN'T, а не CAN'T. Почему, вы можете узнать на предыдущем видео. Сегодня мы с вами рассмотрим глагол MUST. Глагол MUST тоже является модальным глаголом и обозначает должностование. Я должен, я должна. Это действительно сильное должностование. Я должна работать, я должна прийти сегодня вовремя, иначе меня уволят. Я должна что-то сделать. То есть это либо моральный долг, либо долг по закону. Я должна учиться. Действительно, образование у нас до 11 класса обязательно. Надо учиться. Я должна уважать родителей. Это наш моральный долг. Раз этот глагол относится к модальным глаголам, это значит, что после MUST нет слова TO. Я могу уважать родителей. В данном случае я никому ничего не должна, и я могу это сделать. Могу делать, могу не делать. Но в данном случае глагол MUST обозначает должностование. Мне нужно работать каждый день. Естественно, глагол не спрягается. Ничего не изменилось. Ну и нету ни do, ни does, ни will. В данном случае I MUST respect, I MUST NOT respect. Да, я не должна уважать. I MUST NOT work. Must you work? Ну, давайте разберем. Примеры. Итак, I MUST work. Я должна работать. Действительно, ты говоришь о том, что я должна это сделать, я не могу этого не делать. Я должна. Honey, I MUST work today. Дорогой мой, я сегодня должна работать. Я не могу прийти сегодня пораньше. I MUST work. Come on. I MUST work. Hey, I MUST work. I MUST. I MUST study. Yeah, I MUST study. Yeah, I MUST study. Must you go home? Ты должен идти домой? Must you go home? Must you work tomorrow? Ты должен работать завтра. Must you work tomorrow? Must you buy it? Ты должен это купить разве? Must you buy it? She must not come early. Она не должна приходить вовремя. Босс сказала, она не должна. She must not come early. Must просто ставим not. She must not. Никакие don't, doesn't не употребляем. She must not. She must not study. Она не должна никому. She must not. Она не должна учиться. She must not come. Она не должна приходить. I MUST not cook. Я не должна готовить. Я не обязан это любить. I MUST NOT like it. I MUST NOT get visa to go to Brazil. Я не должна получить визу, чтобы поехать в Бразилию. Я не должна ее получать. I MUST NOT get visa. Итак, еще раз повторяю, когда мы используем глагол must, мы говорим о долженствовании, о том, что ты действительно должен сделать. Либо ты обязан по закону, либо ты по собственному желанию говоришь о том, что, ну, должен ты это сделать. Для того, чтобы натренировать навыки, вам нужно представить ситуации с разными эмоциями. Ты должен сегодня остаться дома. You must stay at home, dear. You must stay at home. Ты не должен сегодня сидеть дома. You must not stay at home today. Well, you must not stay at home. But you must not stay at home today. Ты должен сегодня остаться дома. Я жирный, я должен делать упражнения каждый день. Я должен встретить доктора сегодня, я должен сегодня сходить к доктору, сегодня воскресенье. Мне нужно сделать домашнюю работу сегодня. Это вопрос мы must перенесли вперед. Ты можешь пойти на улицу, потому что тебе не нужно делать домашнюю работу сегодня. Моя мама должна мне сегодня позвонить. Я должна ждать ее звонка. I must wait for her call. I must visit my grandma. Oh yeah, I must visit my grandma. Oh yeah, I must visit my grandma. I must visit my grandma today. Ups. You must come earlier. Ты должна приходить раньше. You must come earlier. You are always late. Ты всегда опаздываешь. You must come earlier. You must respect your sister. Ты должна уважать свою сестру. You must respect your sister. Oh, you must not wait for a long time. Вы не должны ждать так долго. You must not wait for a long time. You must not do everything she tells you. Ты не должен делать все то, что она тебе говорит. You must not do everything she tells you. You must not. I must prepare for my exam. Я должна подготовиться к моему экзамену. I must prepare for my exam. I must do exercises every day. I must learn English every day. And you must learn English every day. You must learn words. You must learn grammar. You must speak English. You must study English every day. You must. You must not drink coffee. Ты не должна пить кофе. You must not drink much coffee. Must you go shopping? Ты должна пойти за покупками? I must not, but I can. Я не должна, но я могу. I must not go, but I can go today. I must meet my friend at the airport. Я должна встретить друга в аэропорту. I must meet my friend at the airport. I must meet my friend at the airport, but I can't. Я должна встретить моего друга в аэропорту, но я не могу сегодня. I can't today. I must meet my friend at the airport, but I can't. What to do? Что делать? I must meet him, but I can't. Help me, help me, help. I can go with you, but I must not. Я могу пойти с тобой, но я не должна этого делать. I can go with you, but you know. Ну знаешь ли, I must not. Я не должна. I must not like it. Я не обязана это любить. I must not like it. Well, I can like it, but I must not. I can help you, but I must not. Я могу тебе помочь, но я не должна. I can help you, but I must not. I can answer the call. Я могу ответить на звонок, but I must not. Но я не должна. I can answer the call, but I must not. Well, I can write to you a letter. Я могу написать тебе письмо. I can write to you a letter, but I must not. Ну, я не должна. Надеюсь, вы поняли разницу между can и must. Мы об этом будем еще говорить. А сегодня мы с вами проходили модальный глагол must, после которого не употребляется to. I must go, I must call, I must study. Чтобы задать вопрос, нужно must перенести вперед. Must you study, must you call, must you come. И, чтобы построить отрицание, нужно поставить not после слова must. I must not go, I must not call, I must not watch. Глагол must не изменяется. Must, 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 must. I must, you must, she must, he must, they must, you must, we must. А на домашнее задание вы должны написать пять выражений, что должен делать подросток и что не должен. For example, he must study at school, he must respect his parents, he must do his homework, he must help his mom. Что он не должен делать? He must not smoke, he must not miss classes, он не должен пропускать уроки. He must not tell lies, он не должен врать. He must not drink alcohol, он не должен пить алкоголь. Пожалуйста, напишите, что должен делать подросток в 16 лет, а что не должен. Напишите, пожалуйста, вашу домашнюю работу, ваши ответы здесь, в комментариях внизу, я обязательно проверю. Кроме того, хочу напомнить, что если вы хотите получить следующее видео, вам нужно набрать 70 лайков на этом видео. Пожалуйста, ставьте лайки, кнопочка здесь находится внизу. Или вот здесь. По-моему, вот здесь. Да, вот здесь. Кнопка находится вот здесь, жмите, пожалуйста, на кнопку, набирайте 70 лайков, и вы получите следующее видео по английскому языку. Кроме того, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Если вы подпишетесь, вы получите все видеозаписи абсолютно бесплатно. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, подписка бесплатная тоже. Если вы не можете подписаться на этот канал, это значит, вам нужно завести почту на гугле, то есть Gmail. И, в общем-то, все у вас получится. Кроме того, вы можете добавить меня в друзья вконтакте. Пожалуйста, добавляйте, не стесняйтесь. Там вы видите также другие анонсы о видеозаписях и много другой интересной информации. Ссылочку на контакт вы увидите здесь внизу. Добавляйте, не стесняйтесь. Ну, в общем-то, давайте прощаться. We must say goodbye to each other. Мы должны сказать до свидания. But we can meet next time. Но мы можем встретиться в следующий раз. Как прощаемся? See you later or see you soon. Увидимся вскоре. Меня зовут Рина Шипилова. Встретимся с вами на следующем видеоролике. Bye-bye! Must I learn this lesson? You must learn every day. You must learn every day. You must remember. You must learn English every day. Bye-bye!